МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите ярких впечатлений? Айда на дачу! Здесь вас ждет море садово-огородных открытий. Опору для плетистых растений. Теледачница со стажем Юлиана Овловцова уже знает не одну сотню дачных секретов. По вкусу определит сорт клубники и мастерски совместит отдых и работу. Сюда бы шизлонг, бассейнчик. И никакой курорт не нужен. А вот лишняя пара рук на даче всегда пригодится. На помощь спешит Николай Команцев. Я тут! А Юрий Овловцов, как и прежде, в кадре знатный дегустатор. За кадром настоящая ходячая энциклопедия. Циркумбриальный галактический вид. Включайтесь в дачный режим каждые выходные вместе с дачной командой. Весело, используй, проводите время. Всем большой и теплый привет. Меня зовут Николай Команцев. Программа «Дача» снова стучится к вам в гости. Наверняка многие из вас уже собрали урожай, подготовили растения к зиме и попрощались со своими любимыми клумбами до весны. Думаете, что пора заканчивать дачный сезон? Не согласны. У нас еще много историй. Присоединяйтесь. Сегодня на даче. Вот был черенок. Вот черенок закончился. И от черенка начинает расти куст. То есть на черенке почек уже нету. Где были на черенке почки, они их дали. Но мы видим очень большое скопление в этом месте почек. Эти почки рекомендовано как раз-то углубить. Сказано точно и понятно. Садовод-праксик Никита Марченко приготовил большой мастер-класс по правильной посадке плодовых кустарников. Вот это каниограмма папоротник. Тоже толстый кожистый лист. Это давалия. Его в народе называют «заячьи лапки». Микросорум. Еще один вид Африка. Нефролепис. Есть даже папоротник нефролепис вот с такой красивой варегатной листвой. Обратите внимание, это агломорфа корончатая. Тоже удивительное стойкое растение для наших комнат. Такой концентрации папоротников в одном месте вы точно не видели. Программа «Дача» в гостях у гомельчанки Марины Казимировой. Изучим сорта и особенности ухода. Возвращаемся в питомник красной клёны и продолжим выбирать растения, которые вам, товарищи дачники, придутся по душе. Слово Ольги Орловской. Она опытный специалист по растениям и плохого не посоветует. Очень популярное растение, которое часто спрашивают, это барбарис тунберга. Его различные виды и сорта. Барбарис любят за яркую окраску. Очень большое разнообразие оттенков, окрасок, листвы. Плюс барбарис может давать разной формы куст. Это и колоновидная форма, шаровидная форма, раскидистая, верообразная. Поэтому, да, очень популярное растение. Этот вид был назван в честь известного шведского ботаника Карла Петера Тунберга. Как известно, шведы любят минимализм. Поэтому и уход за барбарисом тоже очень простой. Солнечное место, умеренный полив и подкормки. А следующая хотелка дачников всей Беларуси – вейгела. Вейгелу любят за яркое цветение, но также и за окраску листьев. Есть сорта с зеленой окраской листвы, есть сорта с более темной, бордово-красной окраской, а также сорта с вариагатной окраской листьев. Согласитесь, какая же она красавица. Вот смотришь на нее и невольно думаешь – да, красотка с таким необычным названием наверняка будет капризной. Нет, вейгела не капризный кустарник, редко подвергается каким-то заболеваниям, также любит солнышко, умеренный полив. По-прежнему в мире садоводов очень популярны розы. Хотя молодым дачникам она может показаться любимицей только бабушек. Нет, не соглашусь с вами. Роза – популярный кустарник в наших садах. Несмотря на то, что она, безусловно, потребует от вас и внимания, и повышенного ухода. Но зато она очень благодарна цветет. Есть сорта, которые дают повторное цветение, есть розы, которые цветут практически все лето и будут радовать вас, безусловно. Розы радуют своих хозяев до заморозков. Весь вопрос в том, когда эти самые заморозки приходят. Вот, например, в сезоне 2023 года розы в Белуническом районе повторно и очень пышно цвели в сентябре, доцветали в октябре и, наконец, в начале ноября уже демонстрировали красоту увядания. Тогда накануне холодов пришлось их оперативно укрывать на зиму. Конечно, хлопотно, но истинных розоводов и розолюбов это не останавливает. Что посадить на клумбе, подсказали. Переходим к деревьям. Ведь без них настоящий сад – не сад. Номер четыре – это клён астролистный с красной или бордовой окраской листьев. Вот такая окраска у него в течение всего сезона, с момента распускания до поздней осени. Правда, осенью он может стать чуть ярче. Очень эффектное растение. Такой клён садят, как правило, отдельно, как акцентное растение. Или добавляют, как яркий штрих, в зелёные композиции. А вот чтобы эта композиция смотрелась на все сто, наш эксперт Ольга советует в качестве профилактики обработать клён астролистный от грибковых заболеваний. Это его слабое место. Все хотят иметь у себя в саду иву Хакура Нишеки. Это сорт ивы цельнолистной, штамбовая форма. Образует очень пушистую, ажурную крону. И листики имеют вот такую пёструю, белорозовую окраску. Очень неприхотливое растение. Единственное, ива влаголюбивая культура, поэтому необходимо обеспечить её достаточным количеством воды. И потребуется ежегодная стрижка кроны. Нарастает она очень быстро. Иногда приходится стричь два раза за сезон. И напоследок. Необычное об обычном. Я бы хотела вам рассказать о сирене. Да, сирень, кажется, есть у каждого в саду. Очень привычное для нас растение. Но сейчас очень много сортов сирени. Очень необычных, с различным сроком цветения. Разные по форме, разные по размерам соцветий. Я вам хочу рассказать об одном из таких сортов. Это сирень сетчатая. Её достоинство в том, что она цветёт достаточно поздно. Гораздо позже, чем основное цветение сирени обыкновенной. И посмотрите, какие у неё мелкие, но при этом ажурные и лёгкие соцветия. И очень ароматно их любят пчёлы. Эта сирень цветёт пару недель, но не в мае, а в июне. Сирень – очень неприхотливое растение. Это вот тот вариант, что посадил и забыл. Она не любит единственное кислых грунтов. Растёт лучше на щелочных почвах. Может расти как на солнце, так и в полутенистом месте. Очень неприхотливое растение. Подведём итог. Мы рассказали про растения, которые, по словам Ольги Орловской, многие хотят видеть на своих участках. Так-то оно так, но, как показывает опыт нашей программы, за 10 лет мы не встретили двух похожих дач. Все со своей изюминкой. Унылая пора, а чей очарование? Так описывала осень в начале 19 века Александр Сергеевич Пушкин. Современные дачники с этим вряд ли согласятся. Одна из главных причин – осенью очень много работы в саду и огороде. Чего только стоит правильно посадить на зиму кусты, так что тут уж не до грусти. Отправляемся в питомник «Новаторсад» в гости к Никите Марченко. Он высадил уже не одну тысячу кустарников. Со всеми тонкостями знаком лично. Проверил их на практике. Никит, большое спасибо, что пригласил на мастер-класс. И тема наша сегодняшняя какая будет? Посадка кустов. Причём правильная посадка. Правильная – это безуговоренно. Самое главное в правильной посадке кустов – это знать, что можно углублять, что не надо углублять. И также немного затронем ещё обрезку. Что можно резать сразу, а что лучше оставить на весну. Сперва рассмотрим, как нужно правильно сажать саженцы плодовых кустарников. Моделями в мастер-классе сегодня выступят смородина, крыжовник и ежевика бесшипная. Встречайте, смородина чёрная. Разница в закрытой и открытой корневой системе по посадке очень разная. Потому что закрытая корневая система, она уже посажена. Вам останется только перевалить её, но при этом правильно углубить. То есть на основании этого, вот мы её достали с горшочка, смородина требует, чтобы этот ком так и не остался. Лучше всего опустить его в воду на минут 5-10, тогда торф размокнет. Я вспомнил, что так делала и наша Юлиана Авласова, когда весной готовила к посадке саженцы винограда с закрытой корневой системой. Делают это для того, чтобы не повредить нежные корешки саженца. Что касается корней чёрной смородины, то после размочки их нужно аккуратно расправить. Корень будет отслаиваться и направляться в разные стороны. Тогда приживаться растение будет в нескольких направлениях. Поэтому вот мы достали его, откапываем яму. Смородина при посадке в закрытой корневой системе. Каждый должен смотреть, насколько она будет углубляться. Мы должны наблюдать вот такую картину. Вот был черенок. Вот черенок закончился. И от черенка начинает расти куст. То есть на черенке почек уже нету. Где были на черенке почки, они их дали. Но мы видим очень большое скопление в этом месте почек. Эти почки рекомендовано как раз-то углубить. Для чего? Если почка останется наружу, она даст лист. Но если она почувствует землю, она даст побег. Побег нам даст плодовые почки, а те, в свою очередь, уже дадут ягоду. Всё просто. Больше побегов – больше урожай. Злоупотреблять побегами тоже не надо. Старые побеги у смородины надо вырезать. Старый побег считается от 5 до 6 лет. Ну, на новых сортах опять же. Старый побег очень хорошо видно. У него отслаивается кора, ягода на нём мелкая. Поэтому мы выполняем омолаживающую обрезку. Вся обрезка выполняется только весной. Нашего Юру Авласцова этот совет очень удивил. Никита объяснил. Вы делаете открытую рану растению на зиму. Из-за этой раны он может подмёрзнуть. Бывает на 2 сантиметра, а бывает намного сильнее. В зависимости от морозов. Поэтому все обрезки и срезы мы делаем только весной. Что касается саженца с открытой корневой системой, то его садят под углом 45 градусов, чтобы корень был параллельно земле. Глубина ямы не больше 8-10 сантиметров. Потому что если вы положите корень ровно, то все почки будут стремиться вверх. И ваш запас веток увеличится. То есть кустистее будет. Да, потому что корень лежит ровно, все почки с корня будут стрелять вверх, и куст у вас разрастется до масштаба. Но если вы посадите побег ровно, то корень как раз-то углубится. И нижние почки, которые очень глубоко будут находиться в земле, они не смогут дать вам этот рост. Они просто не выйдут из-за земли, потому что очень глубоко. А вот с белой и красной смородиной история другая. Она садится исключительно вертикально. Углублять ее нужно от 3 до 5 сантиметров. И уже следующей весной растение порадует вас урожаем, который с годами будет только увеличиваться. Итак, вот мы и подошли к самому колючему товарищу на нашем участке. Хоть и это сорт спайнфри. Он считается очень слабо колючим, поэтому колючек тут считанные единицы. Но это речь идет о крыжовнике. А вот что нужно учитывать при посадке саженца с северного винограда, и именно так крыжовник называл знаменитый Мичурин, узнаем после того, как выясним, какой день на предстоящей неделе будет самым удачным для дачника. В воскресенье 10 ноября. В этот день можно посеять огурцы, горький перец и укроп. Не рекомендуется замачивать семена и пикировать огородные культуры. 11 ноября. Понедельник. День благоприятен для обновления плодовых деревьев. Старое неплодоносящее насаждение можно смело выкорчевывать. 12 ноября. Если позволит погода, займитесь культивацией почвы. Это поможет улучшить ей структуру, воздуха и влагопроницаемость. Среда. 13 ноября. Прививка, членкование приветствуются в этот лунный день. Это поможет улучшить состояние ваших растений и увеличит их урожай. 14 ноября. В теплицах можно высаживать пряную зелень, горох, огурцы, томаты, кабачки, чеснок, капусту. Можно замачивать и проращивать семена. 15 ноября. В пятницу день прекрасно подходит для работы с землей. Можно заниматься посадкой и пересадкой комнатных растений. В субботу, 16 ноября, сушка, замораживание и варка варенья. В этот день помогут сохранить максимум витаминов и питательных веществ во фруктах и ягодах. Продолжаем наш мастер-класс по посадке крыжовника. Его проводит друг и эксперт программы «Дача» Никита Марченко. Особенности посадки расскажем и покажем на примере саженца с закрытой корневой системой. Закрытую корневую систему, опять же, ничего сложного. Достали, корень распушили, ямку подготовили в разные стороны, ямку подготовили, и крыжовник углубляется не более чем на 5 сантиметров в глубину. Для чего это делается? У него тоже есть снизу скопление почек, которые при углублении дадут в будущем нам побеги. И пошли. Ну, где-то вот так. Опять же, уровень земли около 5 сантиметров. Трамбовать ничего не надо? Трамбовать надо, но желательно не ногами. Руками? Руками. И самая хорошая трамбовка при посадке на самом деле обильный полив. После посадки крыжовник поливают. 10 литров воды на одно растение. Затем приствольные круги мульчируют торфом, перегноем или компостным слоем 5-8 сантиметров. Также крыжовник при посадке не обрезается, обрезается только весной. Весной мы его режем почти как и смородину, но с небольшими нюансами. Если крыжовник уже у вас кустистый... Вот как в этом случае. Да, как в этом случае. Вы можете его не резать. Он уже дал побеги. Все, они вырастут. Здесь около 6-7 побегов. Этого уже вполне достаточно для крыжовника. Злоупотребляясь количеством побегов, Никита не советует. Аргумент простой. Больше побегов – больше лиственной массы. А это, в свою очередь, влияет на крупность ягоды. Оптимальное количество – до 10 побегов на одном кусте. Не закустился. Опять же, у нас есть 1-2 побега. Ровно наполовину. Обрезать. Можно даже ниже. Оставлять от куста всего лишь 1 треть. Понятно, это даст корневую команду на развитие. Для того, чтобы у вас куст просто раскустился. Что касается посадки крыжовника с открытой корневой системы, то отличие лишь в том, что саженец нужно только наклонить. В литературе так и пишут. Садим крыжовник под углом 15 градусов. Вот ровность. Что это значит? Вот он у нас ровный. И мы делаем 15 градусов. Для чего это делается? Для того, чтобы он раскустился у вас в разные стороны. То есть вы наклонили основные побеги под углом 15 градусов. Дали свободу действия здесь, ему тут. Опять же, закопали, углубили. Обрезали. И у вас куст вырастет в эту сторону. И уже станет полноценно широким. По поводу укрытия крыжовника на зиму тоже все просто. Ни крыжовник, ни смородину, ни малину мы не укрываем спонбондом. Не делаем им эти домики. Для чего? Потому что этот домик очень хорош зимой. Его завалило снегом, ей там тепленько, классненько. Но потом придет тепло. Но когда придет тепло, если вы этот дом не уберете, то этот спонбонд вызовет паровой эффект. Корни крыжовника при сильных морозах можно присыпать мульчей. Это сбережет их от вымерзания. Высота слоя 8-10 сантиметров. И теперь мы с закрытой корневой системой берем ежевику бесшипную и будем сажать. Как это правильно делать? На самом деле в посадке ежевики нет ничего сверхъестественного. Ежевика при посадке не углубляется. Как смородина. Неожиданно. Да. Как смородина или крыжовник. Достали с горшочка. Вот ваш уровень земли. Так. Мы делаем только, опять же, золотое правило. Хоть растение и не углубляется, но помню то, что усадку дает. Но так как земля дает усадку, мы его углубляем сверху на 2 санта. То есть 2 сантиметра. После посадки нужно обязательно хорошо куст полить, чтобы убрать лишний воздух из корневой системы. Что касается подготовки к зиме, то идеальным укрытием будет лапник. В лапнике проблем никаких нет. Лапник это у нас сосново-иловые ветки. Вы просто ложите их сверху. То есть посадили, углубили, накрыли. Лапник хорош чем? Когда выпадет снег, лапник полностью засыпет. И она получится у вас в домике. Но снег не касается ствола, то есть не подморозит ее. Снег растаял, лапник очень хорошо вентилируется. То есть парового эффекта не будет соблюдаться. Берите на вооружение эти проверенные советы. И без хорошего урожая не останетесь. Сейчас у нас реклама, а после подскажем, чем садоводам и огородникам можно занять себя в межсезонье. Гомельчанка Марина Казимирова обожает комнатные цветы, ведь они не дают заскучать межсезонье садоводам и огородникам. В доме у хозяйки буйно цветут бугенвилии, уверенно растут кактусы и радуют в любое время года своей свежей зеленью папоротники. Для папоротников-любимчиков выделено отдельное пространство. А скажите, почему папоротники самые любимые, потому что трудные или самые красивые? Папоротники, можно сказать, и самыми трудными, и самыми красивыми назвать. Потому что, во-первых, изумрудная зелень, обратите внимание. А зеленый цвет успокаивает, как вам известно. Потом это разнообразие форм. Посмотрите, какие ваи, какие кружева, какие рюшики. Ваи – это как бы листья папоротника, хотя на самом деле листьями они не являются. Это листоподобный орган, который выполняет роль распространения спор. Но к размножению папоротников мы еще вернемся. Теперь же о видах. У Марины Ивановны их больше трех десятков. Вот это кониограмма папоротник, тоже толстый кожистый лист. Это давалия, его в народе называют зайчьи лапки. Микросорум – еще один вид Африка. Нефролепис. Есть даже папоротник нефролепис вот с такой красивой варегатной листвой. Обратите внимание. Это агломорфа корончатая. Тоже удивительное, стойкое растение для наших комнат. В одной комнате у хозяйки собраны и большие папоротники, и миниатюрне. У меня есть огромный нефролепис мачо, и в то же время есть крохотный нефролепис. Они прекрасно уживаются в моих условиях. Вот посмотрите, какой он хорошенький. Посмотрите, какие красивые у него вайки, миниатюрные, ажурные. Нефролепис – вид папоротника, который известен своей особенностью очищать воздух от вредных веществ, делая его более свежим и чистым. Этот папоротник не требует сложного ухода и может расти в условиях умеренной освещенности и регулярного полива. Кстати, о поливе. Это ключевое слово в разговоре об уходе за папоротником. Уход заключается в поливе этих растений и в создании определенной повышенной влажности, поскольку им требуется влажность. Отдельные папоротники, вот как одиантумы вот там у меня, стоят на поддоне с керамзитом, на который налита водичка, потому что одиантум – это требует повышенной влажности воздуха. Марина Ивановна, а как размножаются папоротники? Папоротники размножаются не только детками, которые можно отсадить от маточного растения, но очень интересный процесс – это размножение папоротников спорами. Вот на обратной стороне листьев, ваи, это называется у папоротников, есть вот такие споранги, в которых вызревают клетки, половые клетки, при помощи которых этот папоротник можно размножить. Когда они зрелые, эти споры, споранги темно-коричневого цвета. Давайте же научимся размножать папоротники спорами. Я подношу листочек бумаги, вот квайки, на которой созрели споры, вот так слегка постукиваю, и здесь на листочке высыпаются, споры высыпаются, они выглядят как пыль. Я еще и так и говорю, посеяла пыль, выросло растение. Вот, затем я беру, здесь очень важный момент, тара должна быть стерильная, нужно обработать любым удобным для вас способом, тару, грунт, а потом взять и высыпать на поверхность этого грунта споры. Вот я уже здесь приготовила, правда, не с этого папоротника, а вот там сдавали, я срезала. Вот, обратите внимание, вот здесь у меня высыпались уже споры. Вот они, смотрите. Вот я легким потряхиванием, вот таким, вот так, высыпаю эти споры, стараюсь как можно разместить их равномернее, ну, как получается. Вот. Потом это можно опрыскать, чтобы повысить влажность, опять герметично закрываю и ставлю на хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей. Ого, это же настоящий мини-садик в банке. Правда, растет он не быстро, почти год. Затем я махонькими кусочками пересаживаю, пикирую, как и все дачники пикируют свою рассаду, пикирую в крохотные стаканчики, потом по мере роста я их пересаживаю и вот через год-полтора у меня получается вот такое растение, которое я вырастила из спор. Кстати, садовые папоротники точно так размножаются спорами. У размножения спорами есть смысл. Марина Ивановна, как любительница папоротников, везет споры отовсюду. Это не вредит растению, а вот цветоводу дает простор для творчества. Размножение спорами непредсказуемо. Вот обратите внимание, вот я сеяла здесь одиантум, откуда там взялся, откуда там взялись споры террисы, это непонятно. Вот у меня здесь вот в одном горшочке растут два вида папоротников. Потом могут быть они разные, несоответствие сорту. То есть таким образом выводится новая сорта папоротника. Итак, папоротники неприхотливые, выносливые и очень красивые. Есть и комнатные, и садовые. А еще, как говорят знающие люди, папоротник обладает уникальной способностью. Он убирает весь негатив вокруг. Дорогие дачники, заводите папоротники не только на дачных участках, но и в доме. И тогда вы будете меньше скучать по своим дачам в межсезонье. Вы знаете, чем хороша осень? Наверное, тем, что работы на участке становится меньше. И можно уже отдохнуть и, наконец-то, полюбоваться своей замечательной дачей. Ну и кто-то подумает, что, наверное, все, на этом пора заканчивать сезон. Нет, прощаться еще рано. У нас много историй, о которых мы обязательно вам расскажем и сделаем это через неделю. Всем хорошей погоды!